Вот такое изделие под названием электронные сигареты, сотнями тонн едут на свалку после использования. А ведь там стоят такие классные аккумуляторы, которые можно еще использовать. Привет, привет, здравствуй мой друг! В прошлом моем видео я уже показывал как сделать ковербанк из этих БУ-сигарет. Или, например, вставить пульт дистанционного управления, сегодня речь пойдет о чем-нибудь помощнее, думаете о бесперебойнике? Да конечно на таких аккумуляторах он будет без проблем работать, в наше время электротранспорт, самокаты, велосипеды набирают большущие обороты и всем нужен какой-нибудь энергетический источник. Мне сказали, что данный тип аккумуляторов не подойдет, потому что они не тяговые, а давайте проверим. Еще зимой отформовал вот такие боксы с пэк-бутылок, решив собрать немного электронных сигарет, а точнее халявных аккумуляторов. После изготовления разместил данные попрошайчные коробки в некоторых магазинах. И вот такой результат у меня получился, я даже считать не хочу, в килограммах, ну это килограмм 10 наверное. Хочешь посмотреть как я собирал такой бокс? Ссылку оставлю сверху. Вот столько халявных аккумуляторов получилось, ну неплохо да? Сейчас мне надо подобрать одинаковые электронные сигареты, ну чтобы банки не отличались. В этой куче современного электронного наркотика можно найти образцы, наверное собраны со всего мира. И мне конечно же не составило труда, найти с десяток одинаковых гаджетов, чтобы аккумуляторы не различались хотя бы в емкости. Изъять всю электронику из сигарет очень легко, да кстати говорят, что эти сигареты продают повторно перезаряжая их. Но таким варварским способом как открываю я, наверное уже потеряется товарный вид. Конечно много запасных частей остается не востребованных. Давай-ка накидывай буквы под видео, куда их можно применить? Электроника, как все еще почему-то называют ее микрофон, хотя это не так. Можно применить кстати в контроле разряда аккумулятора, а вот куда применить ароматизированную жижу, пока конечно я еще не придумал. Сейчас кто-нибудь посоветует, ой да машину надо собрать. Ребятки, ну к чему она мне? Дискотеки под Ласковымай, я дома не устраиваю. Вот такая маркировка у этого аккумулятора, это литий-полимерный накопитель энергии. И кстати я нашел его на Али, оставлю ссылку под видео, кому интересно, сколько же он стоит? На одну балансирующую ячейку в БМС я буду ставить один аккумулятор. Напоминаю, это всего лишь испытание, а потянут ли вообще? Сейчас надо проверить, вдруг какой-нибудь убитый. При замере прибора я заметил, что два аккумулятора вообще практически заряжены. Скорее всего в этих сигаретах вышла просто электроника из строя. Ну а в общем значение засаженных аккумуляторов приблизительно 2,5-2,7 вольта. Придумаю простой каркас, перенеся его из мысли в виртуальное пространство. И после небольших манипуляций реализую в материальный объект с помощью 3D принтера. В нескольких метров преобразованные пэт-бутылки. Вот так в какой мы фантастике живем. Не так ли? Есть у меня два балансирующих контроллера. Ну не знаю рабочие они или нет. Я не знаю как проверять. Ну да ладно, время покажет. Приступим к сборке. Думаю, что таких модулей можно будет напечатать потом еще несколько. После чего подпаяться уже к готовому блоку. Тем самым увеличить емкость батареи. Воспользуюсь матерью всех самодельщиков пэт-бутылкой в качестве удерживающего и изолирующего слоев. Я немножко подзарядил каждую из батареек. И вот 41 вольт. Осталось прикрутить БМС и можно пробовать. Да, БМС оказалось подпаивать еще занудней. Есть у меня видео как я делал повербанк из этих аккумуляторов. Оставлю ссылочку сверху если интересно. Так вот там были все банки последовательно зацеплены. И все таки он вышел у меня из строя. Не считал конечно, но зарядок наверное 70 я сделал. После чего один аккумулятор стал сильно нагреваться. Конечно я его заменил, но это тоже не выход. Надо что-то делать с той схемой. Если тебе интересно смотреть такие самоделки, проголосуй подпиской на нажатие колокольчика. Чтобы оповещение приходило, когда я в следующий раз что-нибудь придумаю. Испытательная батарея из мусора готова. Теперь надо ее к чему и подцепить. Велосипеда к сожалению у меня нет. Самоката тоже. Но есть куча гироскутеров. Давайте попробуем. А давай-ка я покажу что будет если замкнуть эту батарею. Какой у тебя дома случится пожар. Нога отгорела, но у меня есть запасной вариант. Посмотрите этот кусок видео без комментариев и музыкального сопровождения. И хорошенько подумайте, а стоит ли вам экспериментировать с данными накопителями энергии. А вот ребятки подписанные в телеграме уже посмотрели это видео. Да и другие моменты, которые конечно я не выкину в youtube. Так что может стоит подписаться тебе, чтобы быть в курсе раньше других. Да и конечно же обсудить будущие эксперименты. Этот целый парк гироскутеров мне подарил Александр из города Сочи. Я уже неоднократно показывал его в своих прошлых видео. Для начала я попробую скажем так на легком аппарате. Чтобы выяснить отроется ли вообще аппарат. Греется ли батарея. Ну и проверить штатное зарядное устройство на нем. Закрывать я аппарат не буду, а вдруг воспламенится. Ну что крутит контора, но это все фигня конечно. Надо же испытывать при нагрузке наверное. В общем то из тахтовой токи выдержал аккумулятор. Теперь надо выкатать его ресурс. Не ожидал такой прекрасной работы от этих скажем так уже мусорных аккумуляторов. Я еще катался приблизительно минут 15. И конечно же мне это надоело катать по кругу. На улице очень холодно, а так бы конечно съездил куда. Аккумулятор ну чуть тепленький. Сейчас надо попробовать как он ведет себя в зарядке. Поставить может быть на моего гиромонстера. Полная зарядка мусорного аккумулятора свершилась спустя час. Ну что аккумулятор не нагрелся, не загорелся. Так что работает в штатном режиме. Давайте попробую на более мощной машине. Вот это действительно монстр. На базе колес от автомобиля ЗАЗ. Здесь аккумулятор себя и покажет во всей красе. Такого монстра я собирал при участии Владимира. Захочешь посмотреть полную версию сборки этого Тесла Гира Запорожца. Смотри в верхний правый угол. Там ссылочка. В этом случае оставил аккумулятор снаружи. Чтобы посмотреть греется ли он вообще. Ведь такие колеса очень сложно крутить движку. Такое расположение энергетического накопителя между колес оказалось очень неприличным. Катерина даже покраснела когда увидела запись. А тебе ничего не напоминает? Приблизительно на 10 минуте сработала защита БМС. Мне пришлось так... Ну конечно тут БМС от детского гироскутера я снял. Я вообще удивляюсь как он потянул такие баллоны. Давай накидываю еще букву под видео. Где можно использовать эти электронные сигареты? Самые дурацкие идеи! Просто приветствуется! Можно уже попробовать поставить параллельные блоки. Чтобы увеличить упасть аккумулятора. Как бы так сделать заряд разряд. Чтобы посмотреть а на сколько его вообще хватит. Огромное спасибо вот этим ребяткам. Которые перечисляют мне денежки. Вот на все вот эти вот самоделочки. Спасибо ребята. Но я с тобой не прощаюсь. Главное не болей. И храни тебя Господь. До встречи дружище. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан. Мой дельтаплан.